Километр за километром украинские военнослужащие освобождают эту область, временно не подконтрольную украинской армией и власти. Сейчас, хоть и медленно, но продвигаются в направлении Сватова-Кременная. Об этом говорил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Ситуацию затрудняет то, что российские войска заминировали очень много полей, дорог и объектов по пути продвижения вооруженных сил Украины. Об этом Сергей Владимирович заявил в нашем эфире. К тому же, со стороны российско-оккупационных войск были созданы хорошо укрепленные линии обороны. Это значительно замедляет продвижение украинской армии, но, несмотря на абсолютно такие сложности, на данном направлении фронта инициатива, как говорят эксперты, у вооруженных сил Украины. Как Украина освобождает свою область в нашем материале. Часть Луганской области Украины в оккупацию попала еще в 2014 году. С началом полномасштабного вторжения российские войска смогли продвинуться на север и взяли под контроль большую часть области. Одними из последних вооруженных сил Украины вынуждены были оставить Лисичанск и Северодонецк. Уже в сентябре глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о шести освобожденных населенных пунктах. В ноябре их стало вдвое больше, но каждый метр зачистки территории дается очень тяжело. Вокруг все заминировано. Заминировано, знаете, так, что ни у кого нет на самом деле минных карт. Потому что минировали и вручную, минировали дистанционно с помощью специальной техники и ракетами. И плюс шло такое, можно так сказать, естественное заминирование в результате того, что просто где-то падали мины или ракеты или снаряды, которые не разрывали. Уже в первые дни Нового года трасса Кременная-Сватово оказалась под огневым контролем вооружённых сил Украины, что значительно усложнило военную логистику оккупантов. Оборону в районе Сватово держат и украинские пограничники. Последствия того, как нас накрыли градами, нам повезло, что они буквально промахнулись метров 50. У нас вот позиции типа за рвом, а они попали сюда. Во временно оккупированном Сватово Луганской области украинские войска подорвали склад с боеприпасами оккупантов. Такие точные попадания становятся возможными благодаря партизанскому движению. «Партизанское движение в Луганской области существует, и мы видим по тем точечным попаданиям в склады с боекомплектами и казармами. Это как раз информация от местных жителей. Конечно же, она проверяется». Военные говорят и о позитивных новостях с направления Креминой к промышленным воротам Донбасса. Так этот населённый пункт, назвал издание The New York Times, приблизились вооружённые силы Украины. Креминой является воротами к двум гораздо большим городам поблизости – Северодонецку и Лисичанску – важным промышленным центром Донбасса. Взятие города и других населённых пунктов поблизости расширит плацдарм для украинских войск в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск. Из публикации издания The New York Times. «Военным медленно, но удаётся продвигаться в луганском направлении», сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк. И это даёт надежду на деоккупацию в скором времени всех населённых пунктов Луганской области. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов для телеканала Freedom.